Летсплей один из самых, если не самый популярный жанр на ютубе. С игровых видео начинали свой долгий путь через тернии их звездам многие топовые блогеры. Кто-то отошел от этой темы и занял иную нишу, как тот же Ивангай. Но некоторые старички в течение многих лет продолжают набивать скилл на видеохостинге именно благодаря летсплеям. Мы уже сравнивали Купленова с Олегом Брейном. Но как там поживает третий король? Добро пожаловать на Теллблогнет! И сегодня у нас батл Димы Купленова против Юджина Сагаза. Конечно же я пробую, попробую сюда... О-о-о-о-о, нет-нет-нет-нет. Ну сука, ну ты зацепился ты вот за эту херню, ты зачем, дружище? Конец моим комплексом. Подо мной самый гигантский и мощный в мире ствол. Раунд один. Харизма. Это качество, которое во многом определяет, будут тебя смотреть или нет. Можно быть трудащером, но если ты бубнишь себя под нос или несешь полнейшую колесицу, то человек просто посмотрит момент с прохождением нужной ему локации и закроет видос. А задача летсплейщика сделать все, чтобы зрителю было так же, ну или почти так же интересно смотреть ролик, как самому играть в эту же игру. И Купленов способен завлечь публику чуть ли не лучше всех своих коллег. Он король харизмы на ютубе уже потому, что одержал победу в нашем топе харизматичных ютуберов. А кто-то и вовсе считает, что у Димки врожденный дар. От бородача веет настоящим добром, позитивом и каким-то домашним уютом что ли. Вот смотришь на Диму, а на лице невольно появляется улыбка. И не важно, что он проходит. Очередную тупую игру или хоррор, от которого реально можно наложить в штаны. У Купленова даже со скримеров можно поорать. Кто-то ходит, что-то броет. Слышь? Аааа! Ай, блядь! Ебанашка ты старая, что ж ты делаешь, что ну? Под постом с опросом мы нашли около сотни комментов, утверждающих, что Дима смешнее Юджина. При том, что с матами, которые активно используют Купленов, в том числе и в шутках, части аудитории смотреть ролик несколько неприятно. А для многих зрителей бранные выражения и вовсе являются камнем преткновения в контакте с ютубером. Но Купленова любят настолько, что прощают ему даже такое. Хотя за этот смех простить можно все, что угодно. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! И присел, блядь! И присел, и похеру все! Плюс Дима записывает в среднем по три получасовых ролика в день. А это значит, что зрители регулярно получают тройную порцию харизмы от топового летсплейщика. Юджина тоже нельзя скидывать со счетов по части харизмы. Видно, что сценарий каждого ролика ютубер тщательно прорабатывает, готовит шутки и продумывает, как он поведет себя в той или иной ситуации. Получается все круто, классно, но блин, это же просто образ. Отличный образ, но образ, и это чувствуется. А Купленов перед камерой такой, какой он есть на самом деле, без наигранности и прочего. Его ролики, это как стрим в режиме реального времени. Отсюда и появляется та самая уютная атмосфера, о которой многие писали. Благодаря непередаваемой ламповости видосов и широкой бородатой душе, результат первого раунда. Юджин, ноль баллов. Купленов, один балл. Раунд два. Оригинальность. Но как раз из-за того, что ролики пишутся без особой подготовки, у Димы получается очень однообразный формат. Просто серии видео по прохождению какой-то игры. В них нет крутого монтажа или оригинальных вставок, только довольное лицо купленяши. Круто, конечно, но иногда хочется разнообразия. Юджины же, напротив, любят закропотливую работу над каждым роликом. Даже не открывая сам видос, ты понимаешь, что внутри будет непременно что-то крутое. Над превьюхами Женя пыхтит как следует, не ограничиваясь простым кадром из игры и своим лицом на фоне. Да и то не всегда. Вспомнить хотя бы тот же летсплей по Little Nightmares. Там и превьюха офигенная, и сам видос получился очень классный. Да ладно, что было-то? Не дотянешься, не дотянешься. Твой костюм тебе мешает. Что уж говорить непосредственно о роликах, монтаж здесь всегда на уровне. За что я держусь? Кажется, я за самого господа зацепился. Спасибо, Иисус. Встречайте вашего героя. Его зовут... ЧАОН СИЛ Плюс Южин старается вносить разнообразие даже в такой довольно ограниченный формат, как летсплей. Вспомни, как он закосплеил Нео из Матрицы. А дело в том, что я... Одной телефонной трубкой могу задубасить всех красных стеклянных человечков. Или примерил на себя должность рядового из Call of Duty. Порой ютубер сам на пару минут становится частью игры, как будто переносясь в виртуальный мир. Да, я говорю о проблеме курения. И да, мне 51. А сколько видосов парень снял вместе со своей мамой и девушкой? Коснитесь кнопки перехвата во время выбора, чтобы перехватить управление. Я перехвачу. Когда, когда? Иногда женёк даже играет вместе со своими подписчиками. Сколько людей входит? Очень много людей наблюдают. Паразавр вошёл. Хай, всем пять. Плюс он не раз встраивал себя в игровые образы, а также снимает полноценные скетчи. Неудивительно, что зрители хвалят ютубера даже за рекламы. Уничтожайте врагов, подбирайте предметы и уникальное снаряжение. Подобрал. Комбинируйте предметы. Носок с ручкой. Да не эти предметы, тупица. Спишь? Нахрен бы там. Отлично, у меня для тебя офигительная новость. Что же, возможно в скором времени мы увидим новое творение такого плана от Юджина Сагаза. Благодаря столь разноплановому контенту и творческому подходу к его созданию, результат второго раунда. Юджин один балл, Купленоп один балл. Раунд три. Контакт с аудиторией. Как мы уже говорили, Юджин порой играет со своими подписчиками, иногда делится идеями и планами в разговорных видео и всегда выражает огромную благодарность аудитории за то, что она у него есть. Знаете что, мне безумно приятно, я счастлив и я необычайно горд за то, что у меня такая аудитория. Огромное спасибо, ребят, всем вам за то, что вы здесь. Публика отвечает тем же. Вспомни хотя бы сколько Жени привалило подарков от подписчиков. Наконец-то, наконец-таки я добрался до подарочек, которые вы мне подарили на Витфесте. При этом такие чудеса случаются не только после Витфестов, но и просто так. Вот Марина из Екатеринбурга. У нее коробочка. Набор сладостей. Скитлсы, МНДМки. Но даже такая искренняя любовь поклонников не сравнится с тем обожанием, с которым к Купленову относятся каждый его фанат. Кажется, нет такого батла или опроса, в котором бы Дима мог проиграть. Дело в том, что смешлявый бородач фактически не играет перед камерой, он самый что ни на есть настоящий. Благодаря этому ютубер очень располагает к своей персоне и создает впечатление, что по ту сторону экрана сидит не какой-то 30-летний дядька, а твой друган, с которым можно поугарать над играми. Ты только погляди, как на Димку реагирует публика, он же самый настоящий идол. Неудивительно, что заручившись поддержкой аудитории, на благотворительном стриме Купленову удалось собрать больше всех остальных. Целых 670 тысяч рублей. И это при том, что помимо него в сборе денег участвовало еще 80 блогеров. Собрали на всех миллион 800, точнее не скажу, мы с тобой лично, я бы сказал вдвоем, но я тебя обману тогда, я не буду тебя обманывать. Собрали, получается, на тот момент, когда это было, там было где-то, наверное, в районе 600 тысяч, и потом уже когда перестали все это собирать, у меня все равно там все собиралось, и в итоге вышло 670 тысяч. Да даже если сравнивать Юджина и Купленова по тем же подаркам, то у Димы их было ну просто целая куча, и больше двух часов ему понадобилось, чтобы все отсмотреть. Меня зовут Анастасия, и я, можно сказать, восхищаюсь вами. Смотрю ваш канал очень давно, почти с самого его основания. Мы не сомневаемся, что была бы воля Димкиных подписчиков, они бы хату на него переписали, и нас бы убили, если бы результат баттла был бы не в пользу бородача. Но пока что они просто отдали победу в сегодняшнем баттле своему кумиру. И так как мы не собираемся узнавать, что будет с нами, когда его подписчики вырастут, Юджин 1 балл, Купленов 2 балла. Согласен с таким исходом, или последний раунд должен был затащить Юджин? Пиши свое мнение в комментариях и подписывайся на наш канал, чтобы первым смотреть наши жаркие баттлы. Ну и на паблик ВКонтакте, конечно, подписывайся, ведь там регулярно вместе общаемся и проводим подобные голосования.